Это ток-шоу «Будни» здесь в этой студии, традиционно во второй части нашей программы. Будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылочка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-Радио» до финала этого часа. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель Минска областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрий Швайба. Доброе утро. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну что ж, на старте сегодняшнего эфира поговорим о теме, которая, уверен, действительно дала очередной такой толчок развития интеграционных процессов Российской Федерации, Республики Беларусь. Это, конечно же, переговоры между Александром Лукашенко, Владимиром Путиным, потому что, действительно, во-первых, пристальное внимание было в информационном поле к этим переговорам. Ну, а во-вторых, вот тот курс, который сейчас, скажем так, обозначен, который сохраняется, курс на усиление интеграции, конечно же, волнует, ну, давайте говорить прямо, каждого гражданина. И нашей страны, и в Российской Федерации. Вот, если брать, скажем так, для начала, вот касаясь этой темы, в принципе, глобально, вот сейчас стратегические задачи для интеграции, для усиления интеграции. Какие они, на ваш взгляд? Ну, во-первых, нужно сказать, что сама траектория визитов вновь избранного главы Российской Федерации, она говорит о многом. Китайская Народная Республика, Республика Беларусь, Узбекистан, и это не просто какая-то политическая логистика, это программное заявление на ближайшие 5-6 лет. Вот это нужно просто понимать, в принципе. Что касается Республики Беларусь и ее взаимоотношений с Российской Федерацией. Ну, во-первых, мы являемся главным партнером России в Европе. Вот это заявлено, и это, ну, вроде как и очевидно. При этом сама политика, которая характеризует взаимоотношения двух стран, она исходит из знаменитого нашего восточно-славянского прагматизма. Первое — это промышленность. Интеграция, интеграция в сфере противодействия санкциям. Ну, в России там счет ведут с санкциям, введенным в отношении нас совместно, их персонально. Ну, насчитали, как вроде бы, 16 тысяч санкций. И мы уже понимаем, что дальше это совершенно никакого смысла не имеет. Вот эти пакеты бесконечно санкционные, которые обсуждаются... Что-то не меняют, да? Да, они, во-первых, не меняют принципиально ситуацию. Во-вторых, они ни на что не влияют. К счастью, в нашей экономической жизни на макроуровне важно обеспечить микроуровень, то есть социально-экономическую безопасность граждан. То есть вот эта промышленная кооперация, она позволяет заполнить те ниши, которые, ну, в силу конкурентной борьбы, зачастую неравной конкурентной борьбы с участием западных корпораций, которые очень любили огромный евразийский рынок для продвижения своих товаров. И сегодня этот рынок зачищен, во многом зачищен от западных товаров. И эти рынки, ну, просто нужно оперативно заместить. И тут вопрос не во времени. Времени фактически нету. Вот это нужно сделать. Отсюда региональная политика, о которой мы, наверное, будем говорить позже. Но на уровне стран магистрально основная задача поставлена. Следующий вопрос — это работа военно-промышленного комплекса. И здесь высокотехнологичный аспект. И не случайно, наверное, визит Владимира Путина состоялся в Китайскую Народную Республику. Это возможности Белорусского промышленного комплекса и, в частности, военно-промышленного комплекса, что позволяет отвечать на запросы безопасности, которые сегодня так очевидны. Следующий важный момент — это энергогенерация. Вот все, собственно, по списку, что волнует и что должно реализоваться в ближайшее время. Промышленность не может работать без энергогенерации. Здесь два важных аспекта для Республики Беларусь. Это атомная энергетика, которая создается с помощью российских технологий. И мы ведь не против усилить свои позиции на глобальном рынке атомной энергетики. У нас этот проект успешный, и мы готовы в этом направлении развиваться. Ну и следующий момент — это цена энергоресурсов для белорусской экономики. Животрепещущая тема, да? Она вечна. Вот в рамках существования нашего суверенного национального государства — это вечная тема. Цена на газ, цена на нефть. То есть мы понимаем, что вот эта существенная заинтересованность Российской Федерации в белорусских товарах, качественных, быстро производимых и недорогих, она создает принципиально новые условия для того, чтобы переговорная площадка по цене энергоресурсов развернулась в пользу интересов Республики Беларусь. Об этом говорилось. Следующий важный момент — это логистика. Собственно говоря, очень многое поменялось в поставке отечественных товаров. И в этом смысле нам существенным образом нужно расширять возможности железнодорожного транспорта, что и делается на текущем этапе. Ну и, собственно говоря, здесь нужно сделать еще больше. Потому что основным местом перемещения белорусских товаров с выходом их не только на российский рынок, но и на мировой рынок является, конечно, Российская Федерация. И перемещение к портам, а порты — это дальше 80% товарооборота мирового, это вот Россия для нас. Выход в мир, что называется. Окно в мир для нас сегодня Российская Федерация. И использование портовой инфраструктуры России. А тут интереснейшие процессы такие глобальные. И все более и более важное место Северного морского пути. И он становится уже интересным не только потому, что вроде бы глобальная климатическая повестка изменяется, вроде бы становится теплее не только по ощущениям, но и по исследованиям. Открывается Северный морской путь у нас на глазах. Россия создает все условия для обеспечения его, в том числе атомным ледокольным флотом, в том числе энергогенерации вдоль своего Северного ледовитого побережья. Но ведь и сложности в традиционных маршрутах поставок. Помним хуситов, помним угрозы, которые происходят в рамках традиционных проливов, где перемещались отечественные товары. Собственно говоря, нам это становится все более и более интересно. Об этом говорили главы государства, понимая перспективу развития логистики в будущем. Ну и заседания в расширенном составе. Это вопросы безопасности. Мы видим те потенциалы, которые формируют, ну уже наши западные, к сожалению, не партнеры вдоль белорусской границы, вдоль самых чувствительных точек, где они, ну не доверяя, возможно, нашим союзническим отношениям, выстраивают свою военную компоненту, чем создают угрозу для целостности нашего государства. Фактически создаются военные подразделения наступательного характера. Не стесняясь вы, почему бы. Ну никто не скрывает ни в риторике, ни в заявлениях политических лиц, высших должностных лиц. То есть степень накала в обсуждении, она растет, вот что называется, в иерархии своей. Если раньше об этом говорили, там, отставные политики, потом об этом говорили, ну, политики не первого сорта, то сегодня фактически главы государств говорят о нейком противостоянии на уровне вот границ нашего союзного государства. И в этом смысле Республика Беларусь, как ответственный партнер, рассчитывает на важные союзнические отношения с Российской Федерацией и рассчитывает на ее военно-политическую компоненту для обеспечения собственной безопасности. Вот, собственно говоря, об этом разговор, но это разговор двух лидеров стран, настоящих мужчин, которые готовы защищать интересы своих стран и готовы продвигать свою повестку. Кстати, то, что касается, опять же, итогов переговоров, говорили о сотрудничестве между регионами Беларуси и России, которое обеспечило существенную прибавку во взаимной торговле. И вот, опять же, на этой неделе встреча Александра Лукашенко с губернатором Алтайского края. То есть Минск-Барнаул, новая точка отчета в сотрудничестве. Вообще сама вот эта система, да, самый такой стратегический подход сотрудничества нашей страны с регионами российскими. Вот очень интересный подход, на мой взгляд. Ну, надо сказать, что когда-то выглядело как ноу-хау. Я с удивлением, например, для себя обнаружил, ознакомливаясь с некоторой аналитикой, что, например, Великобритания фактически копирует белорусский опыт и развивает свои взаимоотношения с отдельными штатами Соединенных Штатов Америки. То есть это становится таким определенным трендом. Это интересно, но нас в первую очередь интересуют, в общем-то, те задачи, которые стоят перед нашей страной. И вот парад визитов глав российских регионов, а уже обыватель заметил, что в этом есть определенная система, он задает определенный импульс, он ускоряет процессы, потому что визиту предшествует систематизация интересов, запросов на уровне каждого региона, что может дать экономика того или иного региона по отношению к экономике нашей страны. И кульминацией этих взаимоотношений, конечно, должен стать уже традиционный форум регионов, который в этом году состоится Витебске, Полоцке и Новополоцке. И, на мой взгляд, это тоже не случайно, потому что и Витебск, как принято говорить, губернский город, и Новополоцк, это город нефтехимического комплекса, нефтехимической промышленности, и древнейший белорусский город Полоцк, который символизирует собой белорусскую государственность. И, в общем-то, вот по этой траектории собирается форум регионов, где по отработанным уже направлениям все приедут с готовыми решениями, с запросами в отношении экономик своих регионов. Кстати говоря, что касается Алтайского края, то вот уже девятая комиссия по взаимодействию экономики Алтайского края Республики Беларусь заседала. То есть это серьезнейшая, скрупулезная работа. Это не какой-то единичный факт. Разовый. Разовый и последний. Нет, это начало как раз такого серьезного пути во взаимодействии. Видна динамика, несмотря на разрыв такой существенный по расстоянию нахождения регионов. Есть положительная динамика, рост товарооборота, который, как считается, должен быть ускорен, как, собственно говоря, и с многими другими регионами по основным технологическим переделам. Это, кстати говоря, привело к такому новому явлению, ответы на которые нам придется еще найти. Учитывая такой интенсивный рост в промышленности Республики Беларусь, возник определенный дефицит кадров на рынке труда. И сегодня законодательство модернизируется в сторону более эффективного использования трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, в первую очередь, для того, чтобы ответить на запрос сегодняшнего такого более интенсивного развития промышленности. Это как раз вот звенья одной цепи. И зная эффективность и быстроту изменения правового поля, быстроту реакции Республики Беларусь на новые возникающие процессы, мы должны с этим справиться очень оперативно и в новый тренд войти для того, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост беларуской экономики. Кстати, вот то, что касается, опять же, на данном этапе, скажем так, тех процессов, которые происходят, опять же, анализируя встречу, глав государств, то, что касается суверенитета, можно ли говорить о том, что то, что сейчас делается, то, что закладывается стратегически такие решения, опять же, и в интеграционных каких-то вопросах, это защита суверенитета. Можно ли поставить между этими задачами, целями и тем, что реализуется, знак равенства? Ну, во-первых, глава государства программно заявил, что независимость и суверенитет Республики Беларусь это ее основная ценность. И вот мы из этого сходим в своей внешней политике. Но ведь суверенитет нужно защищать. Суверенитету могут возникать угрозы. И мы, по большому счету, переживаем ситуацию, когда угрозы в отношении белорусского суверенитета, ее территориальной целостности, являются беспрецедентными за всю историю, во-первых, существования нашего независимого государства, а в военном смысле, фактически, после окончания Второй мировой войны, ничего подобного на границах Республики Беларусь в части перемещения военной компоненты, ее наращивания, наличие вот таких крупных военно-политических блоков, ведь ничего подобного не было. В этом смысле мы должны четко понимать, а, что нам нужно для обеспечения нашего суверенитета и нашей территориальной целостности, и, ибо, кто наш союзник. И вот тут ответы очевидны. Конечно, мы свой суверенитет будем обеспечивать с помощью нашего ближайшего союзника. Это такой, знаете, не попутчик, не ситуационный союзник, а это в ментальном, экономическом, политическом, братском смысле настоящий стратегический партнер, с которым мы готовы выстраивать вот эти союзнические отношения в рамках не только существования двух независимых государств, в рамках интеграционных объединений, многочисленных, ну и, наверное, ментально самое близкое, самое важное, самое теплое для нас объединение интеграционное, это союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации, которое мы, кстати говоря, когда-то и так активно инициировали. Кстати, вот то, что касается, опять же, интеграционных процессов, нет-нет, да и заглянешь по ту сторону забора, да, то, что касается Европейского Союза, вот интересное заявление господина Макрона, который заявил о том, что, в принципе, Европа смертна и по большому-то счету уже говорят о каком-то вызове, в принципе, то, что решается, вот я так проанализировал его выступление, в рамках союзного государства, это и вопросы энергетики, вопросы безопасности, то, что не решается в Европейском Союзе, ставит, ну, опять же, мы не будем, наверное, говорить, что прямо под угрозу его само существование, но и та зеленая повестка, как она вязана, и то, что касается энергоресурсов, вопрос, потому что отсутствие дешевых энергоресурсов из Российской Федерации, конечно же, ставит под угрозу, по крайней мере, многие отрасли. Вот что происходит в Европе, о чем говорит президент Франции, на ваш взгляд? Ну, для начала, про президента Франции. Вот у меня у одного ощущения, что президент Франции очень часто говорит о том, что его не совсем касается. Впервые у меня это ощущение возникло, когда проходили выборы президента Республики Беларусь, когда, вы помните, очень активно Макрон как-то комментировал и считал нужным дать свою оценку с позиции вот некого такого то ли старшего брата, то ли начальника. Вот впервые возникло ощущение, что Франция выходит за периметр привычных нам, сформированных в наших ощущениях, границ своего французского мира, когда считалось, что Франция, ну, занимается делами некогда стран, входивших в колониальную систему, Францию, стран романоязычных. И вот всем было понятно. И с одной стороны, вот вроде бы они всегда говорили о своем, с другой стороны, во французской культуре было ощущение какого-то романтизма. Но президент Франции задал новые тренды. Он себя позиционирует как, ну, такой руководитель очень уж глобального государства, который вот может говорить обо всем, заявлять все, что угодно. Вопрос лишь, что он прячет за этими заявлениями. Мне кажется, что внутреннее серьезное напряжение, которое происходит в самой французской системе, они заставляют его заявлять что угодно. То о переброске французских военных на Украину, да, и само по себе вот это все выглядит странным, потому что мне кажется, что не просчитаны все риски до конца. То он заявляет о каких-то, ну, таких глобальных проектах, которые осуществляет Франция во всем мире, при этом видно, ну, насколько вот эта французская система влияния разваливается на глазах и в каком количестве стран ни в французских военных, ни в французских политиков уже больше видеть не хотят. И в первую очередь это происходит и не только в Африке, но вот последние новости приходили уже и из новозеландского региона. При этом понятно, что европейский регион, европейский союз, ну, это такая вотчина фактически четырех стран, у которых крупнейшие экономики и которые наибольшим образом влияют на политику европейского союза. Это, конечно же, Франция, конечно же, безусловно, Германия, Испания и Италия. И вот тут он говорит о своем. Но мы задаемся вопросом, а может ли интеграционное объединение, которое было создано вне интересов самого этого интеграционного объединения, быть устойчивым? И ответ, конечно же, нет. Да, он опрашивается сам собой. Ведь, ну, такие линии разграничения, которые проходят по всему Европейскому союзу, они очевидны. Во-первых, восток-запад. Совершенно разные интересы, совершенно разные ментальные реакции на происходящее, совершенно разная позиция лидеров стран на процессы, происходящие восточнее Европейского Союза. Это все более и более очевидным становится, и напряжение как раз-таки нарастает. Совершенно разная экономическая составляющая возможность формирования общего бюджета. Совершенная неспособность коалиции европейских стран монолитно ответит на все вызовы, которые происходят в мире. Совершенная неспособность противостоять гегемонии Соединенных Штатов. Ну, и в конце концов, ведь европейские обыватели, они попросту не дураки. Ну, они же-то видят, что происходит. Нету ответов, а почему вдруг взрываются газовые трубы в суверенной территории Европейского Союза и стран участниц. Не проходит никаких расследований. Люди получают платежки за жилье и видят, что они дорожают. И более того, происходит банальный передел рынков товаров, причем уже не только энергетических, но абсолютно всех. Крупнейшие европейские компании ищут убежище в более выгодных для себя юрисдикциях. И это не только Соединенные Штаты, это уже и Китай, который никак не входит в область неких глобальных экономических интересов Европейского Союза. Это и более дешевые страны в части рабочей силы, например, огромное количество крупных европейских компаний попросту переносят свои производства в Восточную Европу. Эти процессы шли и раньше, но сегодня они имеют такой уже лавинообразный характер. И в этом смысле заявления президента Франции, они как раз направлены на предстоящие выборы в Европарламент, которым уже фактически несколько месяцев назад было очевидным, что добавят в этом Европейском парламенте умеренные евроскептики и откровенные евроскептики. Все остальные поделятся вот этими местами. То есть количество людей, которые сомневаются в перспективах Европейского Союза, даже на уровне законодательных органов Европейского Союза, оно просто увеличивается. И там есть не только партии, которые являются системными для Европейского Союза, там ведь есть партии, которые очень здорово настораживают не только Европейский Союз, но вообще те страны, из которых они произрастают. Но произрастают они на основе чаяний рядовых граждан. Ведь рядовые граждане приходят на участке в этих абсолютных демократических системах и отдают свои голоса партиям евроскептиков, ну в лучшем случае для Европейского Союза, умеренных евроскептиков. В этом смысле интереснейшие процессы, которые создают колоссальное внутреннее напряжение, представляющее себя угрозу существования такого сложного интеграционного образования, как Европейский Союз. А он сложный в очень многих вещах. Кроме, ну фактически половину мест, половину бюджета, формируемого Европейским Союзом, делают четыре страны. Все остальные страны, они или небольшие, или, ну, некоторые из них просто микроскопические. И нужно понимать, с одной стороны, заявляется некий Союз 27 стран, но что на себя представляет Союз 27 стран? Это вот страны-доноры и огромное количество стран, которые готовы поживиться на вот этом общем фоне некогда европейского благополучия. Ну и одним из самых серьезных вопросов, который вызывает противоречивые споры внутри Европейского Союза, является отношение к специальной военной операции России на Украине. Потому что, с одной стороны, обыватели уже видят неприкрытое, что называется, такое скрытое, вроде как разоружение европейских военных складов, переброску оружия на восточные фланги непосредственно в Украину, и тем самым создается ощущение, что, ну, как-то неприкрыты вопросы безопасности внутри этих стран. Это раз. во-вторых, по всему восточному флангу достаточно полярное мнение сложилось. С одной стороны, есть такие страны, как Венгрия, Словакия, Австрия во многом, которые считают, что, ну, вот, совершенно Европейский Союз влез не в свое дело, и тем самым вызывает для своего существования угрозы. Есть такие страны, как Польша, Латвия, Эстония, Литва, которые, ну, готовы, готовы сам активным образом участвовать в этом процессе, а те заявления, которые делают их главы правительства, ну, просто пугают. И есть страны просто со странной позиции. Например, Финляндия, которой уж точно никто не угрожал, которая получала огромные экономические барыши от существования. Своим существованием по большому счету два раза в своей суверенной истории обязана Российской, Советской России, Российской Федерации в экономически безбедном существовании, которое принимает для себя совершенно неожиданное решение по вступлению в военно-политический блок, переходя из нейтральной страны, а ведь нейтральным статусом можно было очень здорово управлять. Ну, и еще более непонятная позиция Швеции, которая из нейтральной страны, не гранича с Россией, не имея прямых угроз какой-то территориальным претензиям, которые могут только придуманы, могут быть, наверное, со стороны неких западных идеологов, входят в военно-политический блок. Ну, выглядит это, конечно, все очень странно. Ну, недавнее время назад даже аналитики, которые пытались просчитать ситуацию наперед, они говорили, ну да, возможно, Финляндия и вступит в военно-политический блок, но Швеция-то зачем? То есть тут интересов нет, оказывается, нет. Ну, теперь на данном этапе видим, что происходит именно так. Еще одна тема в завершении сегодняшнего выпуска, эта тема, конечно же, касается мирной конференции по Украине. Очень так огромное количество информации появляется, уже говорят о том, что, в принципе, мирная конференция в итоге ни к чему не приведет. Китай выступает за мирную конференцию по Украине с участием Российской Федерации, то есть даже такие страны глобального, скажем так, порядка уже заявляют о том, что, в принципе, без участия России эта конференция ну, как-то теряет смысл. Что происходит? К чему вся эта такая шумиха в информационном поле? И чего ждать? И ждать ли, вот, Дмитрий, на ваш взгляд, какой-то итог? Ну, нужно сказать, что это такое ноу-хау Украины. Пообсуждать, ну, какую-то мирную инициативу без участия стран, которые, по большому счету, оказались в жесткой конфликтной ситуации. На фоне полутора тысячи километрового фронта противостояния специальной военной операции ничего ведь подобного не происходило уже 80 лет. На фоне пускай таких сдержанных успехов Российской Федерации, как они их сами называют по занятию более выгодных точек по линии соприкосновения боевого, любые инициативы, ну, извините, типа мирные, попереговариваться с кем угодно, кроме Российской Федерации, выглядят как минимум странно. Основная их цель уязвить Россию, показать, что существует некая коалиция прогрессивных стран и вот этот уровень их настолько высок, что они не хотят опускаться до уровня России и продемонстрируют тем самым, ну, наверное, в попытке всему миру продемонстрировать некую дипломатическую победу, они расходятся коренным образом с интересами непосредственно этой страны, речь об Украине, населении этой страны, и ведь самое главное, тех всех мобилизованных бедолаг, которые в наспех вырытых окопах в этом украинском черноземе ну уж точно не хотели бы как можно дольше продления этого конфликта и за эти идеи еще, к сожалению, и погибают. Таким образом, вот это украинское правительство, хотя уже язык не поворачивается называть это правительство украинским, правительство, которое представляет Украину так уж получилось, но тут еще немало рассуждений на ту тему, что закончились вроде как полномочия у главы украинского государства, то это участие в неких мирных инициативах, оно является псевдо и квази дипломатическим и точно не направлено на мир. Задача еще больше растянуть вот этот процесс. То, что страны, которые могут себе позволить заявлять самостоятельную политику, с большим недоверием к этому относятся, это, очевидно, давно, но ведь они еще пытались участвовать в некоторых таких инициативах, на сегодняшний день вот этот миф развенчан, что это ведет к какому-то нахождению ответа на вопросы, которые возникли. Китай отказался участвовать и более того, там даже представителя, насколько я понимаю, малмальски, представляющего интересы Китаю не будет, но за ним ведь пошли и другие страны. Серьезное сомнение в участии в подобных конференциях высказала Бразилия, но для нас в первую очередь это интересно, в принципе, в представительстве стран БРИКС, но это крупнейшие страны, которые определяют политику целых регионов по отношению к этому конфликту, и вот такое поведение глобальных стран, оно направлено в первую очередь на то, чтобы в конечном счете усадить за стол переговоров Россию и Украину в нормальном, реальном, понятном формате, который приведет к конечному результату, но ведь в связи с тем, что во многом время утрачено, и здесь немало проблем. Первое, на сегодняшний день до конца непонятно вообще, а с кем Россия переговаривается, потому что президент Украины не переизбран, как сейчас много вопросов много говорится, просрочен, более того, Российская Федерация на основании его заявлений, действий, объявила его в принципе в розыск, то есть на уровне убрали потом эту информацию, да, ну, ну, убрали, не убрали, но, знаете, что было, то было, да, то есть это тоже такой намек достаточно непрозрачный, вот, и нету людей, которые, ну, с которыми готова переговариваться сама Россия, и из информационного поля можно сделать вывод, что, ну, последний человек, с которым заявлялось о возможности переговоров, был заложный, но внутренняя политическая борьба сложилась таким образом, что уже и заложный там выведен и из такого пула политического поля отправлен подальше от границ Российской Федерации, то есть сегодня нету даже основы для нормального переговорного процесса. Следующее, ведь поменялась уже фактически ситуация коренным образом, даже от тех соглашений стамбульских, которые были определенным прогрессом и попыткой замораживания конфликта как минимум и то, под чем реально были поставлены подписи официальных представителей, обращая внимание, Российской Федерации и Украины. На сегодняшний день даже тот документ, он уже на глазах утрачивает актуальность, потому что другие совершенно территориальные приобретения, другая конструкция конфликта вот реально в зоне противостояния. И более того, все складывается таким образом, что ситуация для Украины усугубляется как раз таки исключительно для Украины. И в этом смысле имитация какого-то политического процесса через конференции, переговоры с кем угодно о мире, а на самом деле в основной массе в этих переговорах участвуют те страны, которые и являются поставщиками оружия для украинской армии. Ну, это так себе история. И в этом смысле мир такой, какой он есть. И видно, что огромные усилия сообщества, его уже точно не назовешь мировым сообществом, тратятся на то, чтобы точно не остановить этот конфликт. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании сб.бай на протяжении всего дня и слушайте в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был председатель Минска областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрий Швайба. Спасибо огромное. Спасибо огромное. За емкий разговор. До встречи в буднях. Продолжение следует...